Лекция очередная. У нас сегодня выступает Сакей Васильюк. Он мне скажет про раенство в Фрилансе, как он смотрел, он нечего зарабатывать, наконец-то. Передаю слово наше. Спасибо. Здравствуйте. Зову представить еще от меня Сакей Васильюк. Обозначил. Обращаться ко мне уже не будет Сакей. Вот. То, как начал зарабатывать, это громко сказано, потому что заработок в какой-то особой лечении не идет. Вот. Почему я здесь и почему я вам об этом рассказываю? Ну, предысторию расскажу. Дима Горячко, руководитель фирмы Justine и вдохновитель этого всего интересного здесь. Вот. Мы с ним давно знакомы, и как-то жена, моя жена Лена, встретила ее на улице, рассказала, что я увидел с сайта строительства. Вот. Дима порекомендовал рассказать об этом. Именно вот здесь. Вот. О своем опыте. Он говорит, мой опыт как бы больше для людей старше будет интересен. Он говорит, почему молодежь может вдохновиться тоже этим опытом. Вот. Поэтому я здесь, поэтому сегодня займу ваше внимание. Значит, доклад мой называется «Фриланс с нуля. Опыт чайника». Именно «Чайника». «Чайника» — это я. Прошу ее подержал. Вот. Я не достиг каких-то там вершин по Фрилансе. Не стал бурум, не стал мэтром в этом деле. Вот. Но, может быть, мой опыт новичка будет интересен людям. Как делать такие первые шаги, какие ошибки мне делать, на какие граммы наступать. Вот. И, может быть, действительно, кому-то это будет этот толчок. Вот. Поэтому я повторяю. Чайник. Умных вопросов не не ставайте. Пускай вам рассказывают опыты люди о сэндомиксах. Ну, меня, в общем, всегда интересовали. Компьютер интересовал. И, однажды, заинтересовался вопросом заработка интернета. Возможно, редко. Почему заинтересовался? Вот. Ну, мой возраст, несколько лет, он неуклонно близится к тому моменту, когда придется выйти на пенсию. То есть, мне очень не хочется жить на пенсию. То есть, хотелось бы, как бы, немножко больше. Потому что сейчас я работаю в Билдаре. У меня хорошая работа, у меня хорошая зарплата относительно. Вот. И я привык, как бы, не оказывать себе, не ограничивать себя во многих вещах. Вот. То есть, мои мечты, скажем, на путешествиях, они хорошо реализуются. Вот. Мы же надъездили, скажем так, в полу Европы. Побывали в Индии, в Таиланде, на Кубе. Вот. Как бы, в этом финансовом плане, здравствуйте. Ну, каких-то затворочек пока нет. Вот. Поэтому хотелось бы на дальнейшем путешествовать. Вот. Ну и, может быть, даже не сейчас, собрать какую-то базу, для того, чтобы на пенсию было как-то поплатить в бюджет. Вот. Ну, вы увидите, что этим вопросом интересует не только я, но и все вот эти вот товарищи. Вот. Им, наверное, тоже интересно. Ну, у меня к вам вопрос. Как вы считаете, можно в интернете зарабатывать или нет? Можно? Смотря на чём. Смотря на чём. Смотря на чём. Ну, в общем, да. Смотря на чём и можно, всё верно. Вот. Я решил попробовать. Я люблю, как бы, сам во всём вникать, во всём разбираться. Я решил попробовать их своему вдовлетворению. Я говорил, что можно. Да. Но для этого нужно трудиться. Те, кто, видите, да, ищут в интернете вот такие вот кнопки, на которые назад он получает рождение, да? Вот. Кнопки Бабон. Ну, вы очень вас разочаровать. Нет таких кнопок. Я не встретил и не слышал. Вот. Но многие ищут. Как в своё время, там в Средневековье стали философский камень, да? Сделали много очень открытий. Вот. Но так его не нашли, чтобы делать золото. Так же, в интернете нет таких кнопок, чтобы нажать и получаешь Бабон. День. Вот. Повторяю, что нужно трудиться. Нужно учиться. Ну, и для начала давайте разберёмся, какие показатели в интернете есть. Вот. Конечно же, я не перечислю вам всех, потому что, ну, охватить всё, ну, мне очень-то не под силу. Вот. Но основное ощущение я столкнулся, что я видел. Значит, заработок на кликах. Есть такой, ну, условно говоря, заработок. То есть, что это такое? Ну, допустим, есть такие биржи, где вы получаете задание, пройти на такой-то сайт, побыть там на нём, почитать чего-нибудь и больше ничего. Вот. Вот. Либо кликать по рекламе. Зачем это надо этим сайтам? Вы поднимаете их посещательность. А тем самым, поисковики, тут же Google, Яндекс, когда чем-то сайтов больше посещают, словно его, выдаёт в топ поиска. Правда, вы... Что такое топ поиска? Когда вы задаёте в интернете, ну, допустим, что у вас там тишит какая-то тема? Как задать честь, ну, допустим, что, ну, к примеру, да, там сразу искатую, там, 40 тысяч страниц. И вот в топе, там, буквально 10-15 первых ответов, вы, как правило, на них и выбираете. Мало кто ходит, там, на вторую страницу, тем более на третью, а уже в конец там вообще делать нечего. Я когда-то попробовал. В поле в конец там вообще даже то, что к теме не относится. Вот. Больше я туда не хожу. Но, почему я говорю условно, заработки, клики? Ну, потому что это не заработки. Там всё исчисляется, ну, за тысячу кликов вы получите какие-то пол копейки. Вот. Я так и изобразил. За пол копейки. Причём это настолько высокоинтеллектуальное «действо», в кавычках, ну, что даже восстанавливаться больше, наверное, не хочется. Но, можете попробовать. Если не верите, можете попробовать. Вот. Я, ради интереса, залез попробовал. Причём здесь очень много. Это как бы человек, рассчитан на тех, кто ищет халяву. То есть, например, чтобы без всяких знаний что-то там получать. И там очень много лохотронов встречается. Вот. Нужно уметь отсекать, вот, что такое лохотроны. Это когда вам предлагают, не надоело работать, например, за копейки. Переходите на какой-то сайт. Переходишь. Вот. Внесите там членский взнос. Ну, всё. Когда заплатите, всё, лучше оттуда сразу выходить. Потому что, ну, выходят. Всё понятно. Дальше. Заработок на рулетке. Онлайн-рулетки. Есть такое постоянно. Если вы сидите в интернете, если вы заинтересовались как раз как заработком, такие рекламы вам будут всё время поступать. Вот. На рулетке. Значит, кто вообще выигрывает вот в эти рулетки? Может быть, для начала, если я пойду. То есть, реклама заключается в чём? Вот. Я разработал какой-то метод. Я столько это заработал. Вот. Причём раз на юлиса в одном и том же. Вот. По моему алгоритму вы сможете заработать. Я хочу вам помочь. Вот. Ну, такие вытворители, да? Вот. Когда вы проходите... Я туда не хотел. Но читал. Читал. Понимаете? Вот. Когда вы начинаете играть, вам, может быть, и дадут для начала как бы заинтересовать что-то там делать, да? Какие-то там первые выигрыши небольшие. Вот. Ну, а люди азартные могут там поднимать сталку. И тогда у вас тут раз. То есть, вы всё. Вы всё проигрываете и больше ничего не выигрываете. Вот. Кроме того, как мне стало известно вот из интернета, даже если вы что-то там не выиграете вдруг, то любая такая контура может забанить вас, сказать, что вы нарушили какие-то правила, какие-то не правила, и, в общем-то, там придётся долго доказывать. Вот. Поэтому этот заработок мы тоже пропускаем. Видите, я отметил, тем более, следом том, что мы пропускаем. Да. Просто вожу вас в курсе. Фордовая биржа Форекс. Есть такой вид заработка. Вот. Тоже постоянно приходит реклама. Мы вас научим курсы, пожалуйста. Вот. Но, опять же, это всё рассчитано на новичков, которые придут туда и соберут свои средства. Вот. Чтобы зарабатывать на Форексе, нужно очень чётко ориентироваться в мировом рынке. Кажется, вроде просто, да, заглянул так, посмотрел, доллар падает, евро на 100, так ставлю на это, вот, или на то, вкладываю туда, вот. Ну, естественно, всё сливается. Почему? Потому что очень чётко надо ориентироваться. Кроме финансового ориентироваться, можно ещё и политикой ориентироваться. Предугадывать какие-то катаклизмы мировые, вот, и тогда можно быть, конечно, в шоколаде. Вот. Но здесь могут только те, кто, у кого есть удар к этому, скажем, предвидения предсказанные, кто давно в этом крутится. Вот. Поэтому этот вид заработка мы тоже пропускаем. Кроме того, нужно учиться, учиться и учиться там. Дальше. Заработок на блоге. Поначалу я, видите, сейчас выгляну более тёмным, вот. Но поначалу оно было тоже после эгофона, потому что я не зарабатывал на блогах, вот. И в эту тему не вникал особенно. Но в процессе подготовки вот к этому докладу я полезно знать, что это такое. Вот. Знаете, меня заинтересовало. Я читал, читал, читал. Вот нашел там эксплатные курсы, которым, конечно, следует уже потом приложение эксплатных курсов. Вот. Меня заинтересовало, и я тогда попробую этот вид заработка. Ну, опять же. Чтобы зарабатывать на блогах, немножко остановимся на этом видео. Черт писатель есть. Темы есть, ну, возникают в голове разные. То есть, да, о чём писать? Вот. У многих становится вопросом, о чём всё писать-то? Вот. Я ничего не умею, я ничего не знаю, допустим, да? Вот. Но вам специалисты говорят, чем бы вы в интернете не занимались, каким бы там видом заработка, как бы, интернет-бизнес, реманс там дальше, вот, строение и подобное, зарядитесь в блог, он будет вам полезен. Если я покажет, если представить, открыть своё лицо, люди будут видеть, что вы не болеетесь, не прячитесь. Вот. Расскажите о себе, это вызывает доверие. Вот. Даже если вы сейчас не планируете зарабатывать, закладывайте этот фундамент. Вот. И о чём же писать? Пишите то, что вы видите, то, что вам нравится, то, в чём вы понимаете. Но очень хорошо, конечно, если вы в чём-то очень хорошо разбираетесь. Специалист. Программист, СО-шник. Об этом мы будем так сказать. Вот. Да кто угодно. Медик. Вот, естественно, это время, конечно. Вот. И вы свою тему, он, конечно, может быть тематическим, и свою тему должны развивать. Вот. Значит, такие интересные примеры. Вот я вычитал у известных блогеров. Значит, Ирина Зайцева, блог Ирины Зайцева. Вы можете в интернете найти. У него посещаемость блога, сейчас, на данный момент, более 11 тысяч посещений в сутки. Это очень круто, это очень большой, высокий показатель. Вот. И это Ирина Сибирь. Я читал её интервью. Значит, Сибирь, она рассказывает. Живёт она в Ярославле, в каком-то небольшом городке. Родители, папа директор там был заводом, мама не жиле. Вот. И к этому отношению к интернету, к программиру, и вообще, по нему, говорить, никакого нет. А там у сына. Вот. Очень счастлива, что в этой селе. Вот. И... Выйти. То есть, не на работу, никуда. Вот она этим занималась. И чтобы найти какое-то дочь, ну, какое-то, вот, ей подсказали, там, вот, зайти с блогом. Она стала писать. Она стала писать об этих проблемах. Вот. Как она с ними борется. Ну, тема, конечно же, затрепещущая. Потому что, к сожалению, такие несчастья бывают у многих. И... Люди стали посещать. То есть, она пишет открыто, она пишет в душе. Вот. И в итоге, сыграли технические вопросы, решал муж. Как настроить, как там, что сделать. Вот. Она в этом не разбирается, она только пишет. Вот. Муж, бизнесмен, говорит, мы его видели, утром уходит, вечером приходит. Но, все-таки, тем не менее, как-то. Помогал. И стали помогать... Появились друзья на блогах. Вот. Они стали подсказывать, как что делать, как, где, куда, и что. Вот. Она стала учиться онлайн. На курсах. В итоге, сейчас она зарабатывает 30-40 тысяч российских рублей в месяц. Хорошая сумма. В переводе на наши, на американские рубли, это, получается, где-то 650 долларов в месяц она имеет. Вот. Кроме того, она уже ходит на работу у дочки взрослые. Ему уже, я думаю, по 20-м году. Вот. То есть, получается, и тот товарищ, который у него брал интернет, ее учить один из детей, он говорит, что она еще на полную катушку использует свои возможности. Вот. Он и дал рекомендации сказать, как дальше действовать. Вот. Сам этот, не помню, как его зовут, блогер, который вот именно занимается целым продвижением блогов, вот ведет блог на эту тему, очень конкурентная такая тема. Но сам он работал пожарником. Вот. Ну, естественно, пожарником время есть, но он был взял и в промежутках между пожарами, вот он стал писать блог. Тоже с самого нуля, ничего в этом не знаем и не понимаем. Мы постепенно обучались, вот, и вышел тоже на приличные свыше 50-ти тысяч посещений. Даже это и ученица его вскакала. Вот. Потому что, ну, темы разные и конкуренция разная в этих темах. Вот. Но зарабатывает он приличнее. Гораздо приличнее. Крайней мере, так он говорит об этом. Вот. И у него очень большая посещаемость и доверенность. Чем подкупают? Почему другие идут на эти блоги? В первую очередь, вот как он учит, нужно делать это слипотник. Надо, чтобы тебе, наверное, что вам это нравилось писать. Не просто для галочки. Не просто вот я буду зарабатывать, а буду что-то писать. Этому нужно отдаваться. Потому что читатель это чувствует. Посетитель сайта, он ощущает, как вот человек, ребят, преподносит. Вот. Ну, я порой сталкивался с такими учителями. Я покупал курсы различные, вот. Ну, вот, все нормально. Но потом несколько таких вот реплик, вот, что... Отворачивался этот учитель, все, больше я с ним делаю, я не хочу. Не то, что я там отлично. Просто я чувствую, что, ну, как бы не искренне это все. Вот. Ну, вот, вкратце о блогах. То есть, как там... Я здесь на сайтах не помещал, потому что это уже последние дни я увидел эту информацию о блогах. Вот. Значит, как там зарабатывать? На рекламе. То есть, вы видели, наверное, сайты, блоги, где идет текст по бокам, что-то прыгает, что-то скачет, какие-то там призывают, кликни туда, кликни сюда. Вот. Таким вот образом, когда блог посещаемый, другие блогеры, те, кто продают какие-то курсы, они предлагают разместить за деньги на блоге свою рекламу. Вот. И чем больше людей, какая-то часть из них посещает сайт, какая-то часть из них кликнет туда. Вот человек, получается, каждый какие-то там деньги за... Бывает, вам просто вот за такую-то сумму повезти, он получил разом вот такие деньги. Вот. И таким вот образом люди зарабатывают на блогах. Вот. Для этого нужно, опять же, учиться, учиться, еще раз учиться, применять на практике, писать блоги, статьи. Не то, что там раз написал в неделю и зарубленный, блог такой не продвинется. Тут нужно писать, писать, писать. Вот. Причем, это может быть не только одна какая-то тема. Сложная. Расскажите о своих путешествиях, расскажите там еще о чем-то. Вот. Что-то изучаете? Как вот учит этот блогер, говорит, он же не был спецом именно в своем продвижении. Говорит, я что-то изучаю, какую-то тему, и тут же делюсь. Как вот, где я это нашел, как я это изучил, как это у меня получается. То есть, вот таким вот образом. Это облог. Ну, наверное, остановимся на блогах. Пойдем дальше. Да. Да. Этот момент можно добавить. Я был как раз две недели назад на встрече известных блогеров белорусских, как это не звучит странно, не собреща прочего. И как раз обсуждалась эта тема, что у нас Белорусская сфера вообще никак не развита и не представлена. То есть, действительно сейчас такая жила, и имя заработается, и денег. И здесь куда двигаться, да? И куда двигаться. Ну, во всех странах у нас окружающих, в Европе, там, в Украине, в России, это развита. Там даже блоги со СМИ интернекулируют. У нас же простота пока вот, да? Ватум. То есть, можно заполнять. Поэтому дерзайте. Так. Интернет-бизнес. Ну, во-первых, интернет-бизнес – это интернет-магазин. То есть, нужно дорасти до этого уровня, до этого понимания, чтобы создать интернет-магазин, либо заказать у фрилансеров. Вот, те, кто делают, вот, есть, опять же, я видел в интернете обучающие курсы, хорошие интерментации. Вот, вот, известно к людей, что на какие-то курсы вам разложатся по полочкам, как поставка товара, складирование, доставка и все прочее. То есть, в принципе, этому себе можно научиться при желании. Если кто-то занимается, допустим, торговлей на рынке, он может расширить свой бизнес, вот, таким вот образом выйдя в интернет. Опять же, учиться, учиться, применять на практике. Вот, ну, и фриланс. Почему я выглядел красным? Потому что это то, чем я занимался, и то, чем я могу поделиться уже со своего опытом. Тут я вам историю рассказывал, которой сам охватался, да? Вот, а здесь имею личный опыт. Кто такой фрилансер? С английского фрилансер это вольный наемник. То есть человек, который нанимается на какую-то разовую работу, может быть и более продолжительная работа, и на постоянную, но он находится дома, он не сидит в офисе, вот, и получает заказы, выполняет, получает денежку. Что входит в фрилансер, да? Какие виды деятельности там есть? Вот, ну, во-первых, копирайтинг. Это одно из самых простых, что для новичка можно попробовать. И я попробовал. Именно начался копирайтинг. Я никогда не знал какого слова, когда я говорю своим друзьям, говорят, не ругайся. Вот. Потому что слово многим незнакомым далек от этого дела, от фриланса. Копирайтинг это написание текста под заказ. Оно включает всегда еще целую черепу понятий, будем рассматривать. Вот. И второе это сайтостроение. Видите, тоже красный, я тоже попробовал. Вот. Это создание сайта под заказ. И не только. Тоже целое череп понятий. Два раздела, мы с вами эти рассмотрим. Ну и другие виды деятельности. Что такое другие виды деятельности? Элементарную помощь. Создать таблицу в Excel. Создать какую-то базу данных. Переработать там, перепечатать текст со сканированных листов. То есть вот такие непвалифицированные работы, все это тоже есть во фрилансе. Вот. То есть любой человек, который знает немножко компьютер, он может уже что-то там какие-то хотите зарабатывать. Вот. Ну и пойдем дальше. Топ самых востребованных фрилансеров. Кто требуется востребован на рынке фрилансом? Первое. Программисты. Веб-разработчики. Веб-дизайнеры. Далее. Копирайдеры. Контент-менеджеры. Переводчики. Если вы владеете английским, ну прямая дорога, можете там хорошо, хорошо работать. СМС и СЕО-специалисты. СМС и СЕО-специалисты. СЕО-специалисты это те, кто как раз занимается продвижением сайтов. В топы, для поисковиков. Очень такая серьезная работа и очень нужна для сайтов. Вот. Бизнес-консультанты, тренеры, коучи, это понятно. Бухгалтеры и рекрутеры. Те, кто нанимают, ищут специалистов. Для своих заказчиков. Вот. Так как я не бухгалтер, не рекрутер, не бизнес-консультант. Вот. Я пробовал. Первый. Копирайтинг. Я уже вам говорил. Вот. И. Веб-программированный. Ну вот. Первый раздел. Мы рассмотрим по копирайтингу. Остановимся здесь подробнее. Кто он копирайт? Копирайтер. Ну, здесь как шуточно нависовано написано. Написатель текстов. Для веб-ресурса. Написатель. Вот. Т.е. Тексты для сайтов, их еще называют контент. Может, я как-то новое слово. Так. Ну, нужно еще одна смазка. Потому что он что-то напишет. Это с учения движущей. Машенька. Ну, а вы остановите. Вот так вот мы ее остановим. Вернем. Опять будет. Да? Ну, зря я ее так сделал. Так. Еще раз. Ну, беру вот так вот. Как-то вот недодумал. Хорошо. Так. Основные понятия. Основные понятия. Так. Я не любил писать сочинения. Но я попробовал. Получилось. Вот. Есть еще понятие рейрайтинг. Это то же самое написание текстов. Но. Но. Как изложение. Т.е. Вы имеете статью, ее нужно переписать своими словами. Таким образом, чтобы она была уникальной. Что это значит? Что это значит? По уникальству. Чуть дальше, да? Значит, эта работа рейрайтинг оценивается на чуть дешевле. Бывает с исходниками и без. Что такое исходник? Это вам заказчик дает статью. Или несколько статей. Несколько исходников. И говорит. Нужно сделать мне одну статью из этих трех статей. Допустим, одну. Вот. Состряпать. Без исходников. Заказчик вам говорит. Найдете в интернете. Вот вам тема. Найдите. Можете найти несколько статей. Вот. И. Сделать рейрайт. Переписать эту статью. Сделать мне уникальную статью. Так. Здесь же бывают более квалифицированные работы. То есть это самые такие работы. Ну. Можно начинающему действовать. Я так и делал. Я пришел туда с нуля. Вот. И. Попробовал писать. Заказчик вам понравился. Хорошие отзывы. Хорошо пишите. Вот. Подробнее я немножко расскажу. Чем я именно занимался. Здесь есть еще понятие SEO. Оптимизированные текстом. То есть с ключевыми словами. Ну. Ключи их не называют. Вот. Что это значит? Это опять же такое поисковико. Google Яндекс. То есть в тексте. Нужно. Несколько раз. Вставить ключевые слова. Если это. Эм. Текст о строительстве. Датч. То так и нужно в тексте. И чтобы было вписано. Строительство датч. Несколько раз текст нужно вставить. То есть это уже более квалифицированная работа. И здесь нужно учиться как это делать. Вот. Потому что встречаются такие исполнители. Такие тексты. Где читаешь. Ну видно. Человек это трудно читать. То есть как говорится написано для роботов. Для робота именно поисковика. Который видит. Вот они. Вот эти ключевые слова. Свои можно взять. Вот. А люди. Такой текст. Они не будут туда входить. Они посмотрят что есть такие тексты. Они не будут ходить на такой сайт. Поэтому. Часто требуют писать для людей. Чтобы были ключевые слова. С HTML тегами. HTML тегами. Это надо знать язык программирования. HTML. Вот. Это основа сайта строения. Но так же можно и тексты, письма. Вот. Если с этим HTML тегами. Если человек хочет просто ваш текст взять и вставить в HTML код. Там должны эти HTML теги делать. Я потом похоже вам покажу что это такое. А вот это совсем не сложно. Копипаст. Часто встречается на биржах заявках. Никакого копипаста. Но иногда. Вот. Бывает. Очень редко. Можно копипаст. Что это такое? Английское слово. Копи копировать и пасть вставлять. То есть. Тупо. Берете из текста какого-то. Копируете на фрагмент. Вставляете свой текст. Другого текста. Другой фрагмент. Вставляете свой. Вот. Статья. С низкой уникаленностью. Итак. Уникаленности. Прорезание до нее. Как правило требует от 80 до 100. Но 80 это очень низкие требования. Вот. И здесь можно попасть на лохотрон. с такими требованиями. Вот. Сто. Я вообще не понимаю. Когда требует 100% уникальности. Потому что. Есть специальные программы. Адвегоплагиатус. И антиплагиат. Которые проверяют тексты на уникальности. Вот. Эти программы даются бесплатно с бирж. Копирайтинга. Вот. Как они работают. Вы выбиваете туда фрагмент своего текста. Запускаете проверить. Вот. И программа сканирует интернет. Очень быстро. Основные ресурсы. Вот. И говорит. Пишет. Что. Встречено. Такие-то фразы. Встречено. Там-то. 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 На таких ресурсах. Вот. И выдает вам там 85% уникальности. Ну. Нормальная уникальность. Да. Вот. Причем требования. Как правило. У всех. Ну. Стандарт выставился такой. Четыре слова подряд. Если встречаются в тех. Текстах. То. Это уже считается не уникально. Фраза. Ну. Таких же фраз. Полно. Полно излитых фраз. Да. Поэтому я не знаю. Что стопроцентно. Вот. Уникальность требует. Потому что я чего-то недопонимаю еще. Как чайник. Но. В чем здесь дело. То есть. Если вы написали какую-то статью. Поместили. Я беру такой пример. Какое там. Трение. Вот. В арбитраж. В арбитраж на. Эм. На этом. На бирже. Вот. Какая-то. Женщина пишет. Я. Дала. Статью свою. Заказчику. Он забраковал. Сказала. Это же я делала. Ей никто не мог. Вот. Написать. Я писала. Вот. В итоге выясняется. Что она написала. Да. Это она автор. Но она поместила на свой блог. Вот. Следовательно. Интернет нашел. Что уже где-то эта статья есть. И выдавил. Что стопроцентное совпадение. Она не уникальная статья. Она уже засветилась в интернете. То есть когда интернет просматривает. Он фиксирует. Что авторский правал вам там. А то что вы выдали. Это уже копипаст. Да. Это плагиат. Вот. И такие сайты. С такими статьями. Которые. Повторяют другие. Они просто. Могут баниться. И не выдаваться. В поиске. Вот. И соответственно. Там не будет посещать. Так. Идем дальше. Биржи. Биржи. То есть существуют специальные биржи. Где встречаются заказчики и исполнители. Вот. Две биржи. Которые я попробовал. От Rega.ru. И ETXT.ru. Ну. На мой взгляд. Для новичков самые. Самые. Потому что есть другие. Вот. А здесь можно просто с нуля. Вот. Как я пошел. И стал писать. Вот. Значит. Что на этих биржах. Стоимость работы. Вот. Самая минимальная. Вот. Рерайт. От пятидесяти российских рублей. За тысячу символов. Знаков. Есть и понятие с пробелами знаков. Две с пробелами. Ну. В Ворде видели. Может быть. Текст в Ворде набираете. Там. Внизу нажимаете. Да. Уже написано сколько это слов. Нажимаете на кнопочку. Он выдает. Сколько это. Знаков с пробелами. Столько абзацев. Сколько это. Вот. Вот. Такой был текст. Вот. На следующем слайде я покажу. Сколько тысяча знаков. Это самые дешевые расценки. Но. Я брал такие работы. Для новичков там полно работы. Вот. Неквалифицированные. Такой. Я брал такие работы. Мне было интересно наработать опыт. Вот. Как это вообще. Я брал писал. Вот. В итоге. Вы. Набираетесь на биржах опыты. Создаете портфолио. Избираете своих работ. Выкладываете те. Заказчику я скажу. Можно я выложить работу. Или можно через месяц. Там. Через два. Да. А сколько это занимало времени. В месяц. Работать. По напечатанию текстов. Значит. Хороший вопрос. Спасибо. Сейчас расскажу. Вот. И. Первый месяц. То есть. Вы создаете портфолио. Приняете на более высокооплачиваемое задание. Набираетесь опыта. Вот. И первый месяц моей работы. С полного гуля. Принес мне доход 70 долларов. Распрываю тайну. Вот. С открытым налогами. Вот. Потому что я частный предприниматель. И это. Как бы. Незаконная. Деятельность. Да. Хотя. Налоговые. Такие заработки. Им не интересно. Вот. Значит. Сколько это занималось? Я работал ровно месяц. Через месяц. У меня была цель. Сколько я могу заработать за месяц. Ну. С полного нуля. Сколько занимало? Значит. У меня есть основная работа. Я работаю на Рогике. Вот. И. Это были вечера. заполнены полностью копирайтингом. Вот. Это были выходные. У меня находилось еще на даче ездить. Вот. Как-то что-то там помогать делать. То есть. Вот. Я выкраивал время. Кроме того. У меня по вечерам еще тренировки. Занятия. Я веду занятия по юге. Вот. И между вот этими вот промежутками. Выкраивал время и писал. То есть. Вот. Можете представить. Это. Ну. Два. Ну. Можете представить. Максимум. Три часа приходилось иногда. Дальше расскажу чем я занимался. Что я и написал. Это каждый день? Или не каждый день? В день. Да. В каждый день. Вот. Значит. Над чем работал? Вот. Кстати. На этой странице. Чтобы вы имели понять. Что такое тысячу знаков. Я же тоже не имел понятия. Как это было. Четверть номеров пересчитал. На этой странице восемьдесят пять слов. Четыреста восемьдесят три знака без пробелов. Это я через вот выясаю. Включаю вот заглавие. Вот. Здесь есть текст. Серые буквы. Вот. Без пробелов. И придут шесть совсем знаков с пробелами. То есть. Ну. Грубо говоря. Полтыщи знаков здесь. За тысячу. То есть. Надо две такие страницы написать. И это будет тысяча знаков. И вы получаете там пять десять своих минимальных рублей. Да? То есть. Вот такие вот тексты. Такие задания. Значит. Чем я занимался? Убрал любые самые дешевые заказы. Я вам сказал. Для отработки опыта. Самое простое. Что можно делать на этих биржах копирайтинга. Постить на форумах. То есть. Писать там. Откликаться на форумах. Писать посты. Как это называется. Значит. Задания были такие. Вот. 200 знаков. Может быть. Каждый пост. Но. Пятнадцать центов. Дешево. Но. Вы набираетесь опыта. Общение. Написание. Зарабатывание. Вот. Я нашел два таких. Форума. Новая. Зачем это форумам надо вообще. Значит. Основную вещь. Подробнее. Новый. Кто-то создал новый форум. Вот. И. Чтобы быстренько его поднять. Нужна посещаемость. То есть. Он заказывает. Копирайтеров. Приходите на мой форум. Я вам плачу. Вы там пишите. Вот. Чем больше. Там будет. На форуме. Обсуждений. Боисковики. Это все. Просекают. И. Выставляют его в топы. Вот. Значит. Два форума. Таких. Вот. Я для себя определил. Которые мне. Понравились. То есть. Вы идете. Общаетесь. Просто. По своим интересам. Был один форум. Отрезлости. Так как я. Спиртного не употребляю. Мне было это интересно. Вот. Новый. Новый. Зародившийся там форум. Вот. Берешь. Задание на 15 центов. Пошел. Написал. Вот. Со временем. Там стало появляться. Все больше и больше людей. Возможно. Таких же. Как я. Попирайтеров. Вот. И. Взять заказ. Было уже не так просто. Вот. Значит. Как только появился заказ. Хватаешь его. Значит. Время на. Исполнение заказа было 6 часов. То есть. Вот. Пришел с работы. Быстенько включил. Врывал заказ. Сходил на тренировку. Вечером пришел. Вот. Время еще есть на выполнении. Зашел туда. Ну. Писал. Вот. Потом я там создал свою тему. Значит. Там была такая. Раздел. Трезвость и спорт. Я вот. В этом разделе. Сделал свою тему. Ветку. Трезвость и йога. Вот. Немножко там понаписал. Вот. Потом люди стали. Откликаться на. Мои заметки. Вот. Я была по нескольку заказов. Прихожу с работы. Пока всем ответишь. Получаешь свои, по-моему, 15 центов. Четыре просто написал. Баларец. Да. Вот. Мелочь. Конечно мелочь. Вот. Но. Это затягивает. Как-то. И. Есть такое понятие. Белый список. Есть и черный список. Вот. Но белый гораздо приятнее. Вот. Когда. Значит. Вот второй форум. Когда. Значит. Заказчик. Дает. Заказы. Только. Тем людям. Кто у него в белом списке. То есть. Тем исполнителям. Которые им понравились. Когда пишут. Он их включает. И посторонних уже. Куда не пускает. Не берет. Вот. Задание для белого списка. Так и и называется. Вот. И. Второй сайт был. Что там. О семье. Тоже. Я там. Одну с моменту написал. Значит. Заказчик. Стал. Затем. По сложности. Рерайт. После этих постов. Самых простых. Дешевых. Идет. Рерайт. Вот. Ну и первый мой. Рерайт. Был на тему автоновости. Отец. Использовал. Где-то около тысячи знаков. Немного. Вот. Был дан текст. Переписать его. Чтобы он свеженьким выглядел на сайте заказчика. Вот. Уникальность. Я точно помню. Где-то 95%. Какая-то отличная уникальность. Вот. Самое сложное. Даже жена моя знает. Что это. Подбор этой уникальности. Вот. Ну. Переработал текст. Ну. Согнал в эту программу. Антиплагиат. Вот. А он тебе выдает. Уникальность 96. То есть. Наоборот. 94. А мне нужно вписаться в 95. И начинаешь перекручивать эти фразы. Слова. Причем очень хорошо. Что. Антиплагиат. Он показывает. Я для этого. Плагиатус. Он показывает. Те фразы. Которые. Где-то встречались. Вот. И. Эти фразы перекручиваешь. Переставляешь. Пока не добьешься нужной уникальности. Так. Очень хорошие заказы. Которые были там. По 3. 5 долларов. Где-то. Нет. По 2 доллара. За пост. На сайтах. Туристических. Об отелях. Которых. Вы побывали. Последние 2 года. С фотографиями. Там. 3-5 фотографий. Этих отелей. Тоже на нескольких таких сайтах. Я. Путешествовали. У нас есть такие фотографии. Но. Специально. Мы не фотографировали отели. Вот. Уже после этого. Стали фотографировать. Прежде чем заселиться в отель. Мы фотографировали. Комнату. Санузел. Внешки. Вот. Для того. Что потом нужно было повесить. На сайте. Ну а так искал. Где у меня. Попадали в кадр. В отеле. Вот. Вывесил. И получал. Стали 2 доллара. Нормально. Это. Хорошая. Считается. Заказ. Вот. Ну а. Самый денежный заказ. У меня был. На 20 долларов. Самый такой. Конечно. Приличный. День. Вот. Это уже было поведено. У меня выбрали. Потому что. Там тоже конкуренция. Вот. Слава Богу. На ответы. Там не видно. Кто претендует. Вот. Потому что. Когда других. Я потом расскажу. Видишь. Сорок претендентов. Как-то. Грустно становится. Вот. А тут ты не видишь. Сколько там претендует. Вот. Выбрали тебя. Ну слава Богу. Вот. Я. Значит. Тоже какой-то тестовый. Наверное. Уполнял. Заказчику понравилось. Тестовый фрагмент. Вот. Он выбрал меня исполнителя. Значит. Неделю я работал. Написал 20 стран. Ну вижу. Ну не успеваю просто. Ну не надо. Я не свободный фрилансер. Чтобы выцелить с ней писать. Вот. В чем конечно. У меня. Минус. Перед свободными фрилансерами. Которые сидят дома. И могут посетить. Отпусти свои свободные. Вот. Ну. 20 стран. Написал. Что делать. Я подходит. Я отдаю их заказчику. Вот. Отдаю. Как бы без надежды. Грустно немножко. Вот. Что. Как бы. Ничего. За это могу и не получить. Вот. Самое главное. Вот. С таким подходом. Вот. Заказчик оказался адекватный. Вот. Говорит. Нравилось. Пишите. Хорошо. Пишите. У меня еще неделю. А я то уже расслабился. Ну. Все. Я попал. В последнее время. Вот. Такой вот. Пример. Буквально. Если. Это я вчера. Так. Решил спихнуть. Стариной. Вот. И. Вот видите. Дата. 21. Размещен. Заказ. 4. 22. 55. Вот. И как он звучит. Придумать. Классную. Погояру. Кличку. Для внедорожника. Она же. Кличка. По словам. Наразу. Вот. Представить. Сначала было просто. Придумать. И все. И. Две фотографии. Здесь вот они. Прикладываются. Я их скачал. Посмотрел. Вот такие две фотографии. Внедорожника. Ну. Какой-то. Кругой. Бизнесмен. Который. И. Нужен. Вот. Что. Долго. Пришел. Думаю. 200 рублей. Да. Что тут. Написал. Он там. Дракон. Мустанг. И. Какой-то. Водимой. Вот. Смотри. Он снимает. Заявку. Вывешивает по новой. И. Дописывает. 25 вариантов. Как правило. Таки делают. Нужен. 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 Вот. Ну. У меня что-то так вдохновило. Вот. Я в гугле вбиваю. Синонимы. Выскапливает ресурс. Такое. Вбиваю под дракон. Там. Штук 30. Синонима. Выбираю. Те, которые могут по рации звучать. Вот. Не длинное. Которое. Короткое. Емкое. Четко произносится. Вкусненько. Текст. Вбиваю. Вот. Так, кстати, очень хорошо. Он мне печатает в секунду. Вот. Я, в общем-то, печатаю в секунду. Занимался на словах. Вот. В библиоте. Вбиваешь. Заложу стол. Мустанг. Еще несколько. Водяной. Пожалуйста, отправим. Правда, ответ еще не прочего. Он управлялся еще в секунду. Так я и сикман. Ну. Не ответят. Ну. Здесь, конечно. Данный заказчик. Вот. Я вот так посмотрел его там. Характеристики. Вот. Заказчика. Новичок. Ноль. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. И. Он может просто нас там в этом задании больше нам не бояться. Он может взять по ним вот эти 25 миллион, которые я дал. Выбрать себе. И все. Олег Ведович, это всегда мне об меня знать не знают. Да? То есть может быть так. Но я там потратил на это 10 минут. Мне не мешало. Крати Бога. Ну вот. То есть не привязываюсь. Пойдем дальше. Еще пример заказа. Тоже буквально вот вчера с 21 на 4 на Бурсиле. Значит. Заказ вот такой. Делается плюс уникальность текстов. Вот. Статьи уже написаны. 10 статей. То есть объясняется очень как-то дуракообразно. Вот. Изменить слово формы. Разбить предложения на более простые. Уникальность должна быть выше 80. Очень низкие требования. Естественно. Это настораживает. Ну вот моя перебиска вот здесь вот видно. Давайте сделаю рерайт. Я пишу рерайт. То есть иногда. То есть. То что я понимаю. Всегда нужно как-то правильно отвечать. Чтобы ваш ответ как-то вот убедился. Нужно выбирать вас. Да? А не другого. Пишу рерайт. То есть я даю понять. Здесь про рерайт вообще слова нет. Да? То есть я пишу рерайт. То есть я даю понять, что я там разбираюсь. Так. И вот ответ шишлова Екатерина пишет. Тестовое сделаете? Интересный момент. Тестовое сделаете? Вот. Пишу. Давайте сделаю тестовое. Она мне скидывает. Файл. Докфайл. Вот. И сегодня после обеда. Выделил на работе немножко времени. Вот. Сделал рерайт этого текста. Более четырех тысяч знаков там было. Вот. Пишу. Проверяйте. Она еще предупредила. Проверяю. Уникарты с помощью программы. Антикогеат. Что я вам говорил. Вот. А я проверяю антикогеатус. Ну. Результат практически такой же. Отправил. Через сорок минут. Смотрю. Снимается задание. И все. Вы не выбраны. Или выбран кто-то другое. Или просто задание снято. Что может быть в этом случае? На десяти таких можно бесплатно все это сделать. Правильно. То есть. Шишлова и Екатерина. Я зашел. Посмотрел. Кто это. Что это за. Что это за Екатерина. Вот ее данные. Шестнадцать заданий. Это не то, что человек зарегистрировался. Причем. Здесь нам вот. Сразу вот говорили. Что. На. Worksever. Ну. Там вот. Лишь бы кто не зайдет. Зарегистрировать. Там. Платная регистрация. То есть. Нужно пройти тест. Задают умные вопросы. Хитрые. Такие. Вот. Нужно помосковать. Не просто дважды два. Это пять или четыре. Вот. Даже такие. Вопросы. Какое место заняла. Бразильская сборная. В таком-то чемпионате. Такого-то года. Вот. В плей. А. Как. Результат матча. В плей. Вот. В полуфинале. Вот. То есть. Это нужно зависит интернет. Проверять ваши возможности. Как вы можете сказать. На нормальном интернете. Конечно. В Биварию. Бразилия. Тебя такое-то. Вот. Я нашел результат. 1-0. Бразилия выиграла. Вот. Отвечаешь. Все. Ответ. Верно. И он проходит. Когда вы прошли тест. Соблатите денежку. Тут. На форкзиле. Я скажу, что это даже хорошо. Хотя он говорил, что где слаз требует денежку вперед. Лучше уходить туда слазу. Но максимум. Я просто очень много слышал отзывов. Вот. Как правило. Нехороших отзывов. Потому что. Тех, кто уже потруче. Тех, кто уже обучают. Говорят. Это форкзил. А это для шкалеров. Да я собственно такой шкалер. И зашел туда. На эту форкзил. Учился. Да. Поэтому меня это устроило. Меня не испугали. Вот. Но. Так как. Отзывы есть. Биржа. Не занимается сама биржа. Не те, кто там на бирже. А сама биржа. Не занимаясь кидалами. Поэтому эти там 364 рублей. На тот момент у меня уже были заработаны копирайтинги. Как я выехали в полу. В общем. Туда я заплатил. Вот. Ну и что. Значит. Сама, видно, выполняет. Шестлова Екатерина. Заказала одно задание. Сама как не заказчика. Она выполняла 17 заданий. То есть она сама биржа. Вот здесь мы видим исполнительное. Что она себе пишет? Скрупулезная и ответственная. Транскрибация. Новое слово для вас может быть транскрибация. Это перевод аудио и видео в текст. Писать. Переписать. Что вы слышите. Переписать. Есть тоже такие задания. Вот. Копирайт, перерайт. Видео, звуконтакт, ревьет. Вот. Ну. Значит. Она сама копирайт. Вот. Возможно. Ну всяко бывает. Иногда человек может взять заказ. Вдруг заболел. Вдруг некогда. Вдруг что. Вот. Перекидывать к другому. Сделать его. Тогда в этом случае пишут. Помогите. Вот. Не успеваю. Ну все. Бывает такое. Вот. В данном случае возможно просто меня кинули. Но это тоже ловко. Это тоже ловко. И вот. Поэтому с такими. Она возьмет мою статью. Вот где-то там. Может быть она взяла этот заказ, да. Вот. Таким вот образом меня использовала. Вот. И потом отдаст этот заказ. И получит за это деньги. Может быть и такое. Но я не в обиде. Вот. Главное не принимать местных серзов. Потому что ну деньги не такие там. Ну что кинули на большую другую сумочку. Все теперь крах. Но время потрачено. Это опыт. Вот. Причем. Словно как-то меня так-то повторило. Я очень легко все это сделал. Все это перенесал. Вот. 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 Ну а может быть. Может я ошибаюсь. Может быть в данном случае. Кто-то другой заказчик сделал это интереснее. Лучше написал чем я. Вот. И не понравилась моя работа. Вот. Вот. Ну и здесь без всяких слов. Она выбрала другого. Закачиваюсь. Может быть и так. Но. Потом. Я встречаю. Сейчас вот перед лекцией. Я за 40 раз смотрю. Еще и новые заказы. Какие-то очень подозрительные. Так. Лучше. С такими людьми уже не связываться. Если за это зрение. Так. Ну вот. Это собственно работа. Что такое rewrite. В конце концов. Для тех. Кто. Не имеет понятий. Кто бы хотел понять. Что это такое. Вот. Исходный текст. Ну. Возьмем предложение. Более 170 лет. Прошло с того дня. Когда в медицине. Впервые. Были использованы. Резинные перчатки. Я. Делаю rewrite. 170 лет. Это много и мало. Для такого. События. Как. Начало. Применение. Резинных перчаток. Медицине. Ну. И в таком духе. Отдельное. Я проверял. Вот. Отдельные. Фрагменты. Отдельные абзацы. Вот. Порой. Это много давало. Даже 100% уникальность. Что меня удивило. Никогда такого нету. Вот. 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 Такой вот рерайт. Изложение. Насладанную тему. Ничего сложного в этом нет. Те, кто хочет попробовать начинать. Пожалуйста. Я же говорю. Что это все реально. Это все возможно. Вот. Набираетесь опыта. Создаете портфолио. Вот. Учитесь. Очень много предложений. Не только на своем пути. Потому что сами судим можно, как говорится, долго. Но нужно учиться у тех, кто серьезные выбирают. Которые обучают уже дальше SEO. Мы продвижаем SEO статьям. Вот. С вечериками. Вот. И есть такое понятие продающие статьи. Это уже более серьезно. Такая статья, которая заставит читателя купить то, что нам предлагается. То есть, которая зацепит. Здесь нужно, конечно, уже это иметь. Либо быть настолько харизматичным, что без всяких других учителей нужно это делать. Если у кого-то есть талант в этом деле. Пойдем дальше. Проверка уникальности. Вот. Что я вам говорил. Отвык в Абиатус программа. Бесплатная. Я вставляю сюда текст. Нажимаю на какую-то клавишу проверку уникальности. Вот. И мне выдают. Уникальность текста 94 дробь 100. Хорошая уникальность текста. Что это значит? То есть, требование было 80. Что очень любит настораживать. Вот. Я вписался. Видите. Вот. Эти два отца. 94 процента. Но здесь две отца. Раньше была всегда одна. 94. Потом стали. Программу переделали. И еще вот один показатель ввели. Значит. Вот я вывел здесь пояснение. Значит. Показывает в двух. В виде двух чисел. Первое. Это количество уникального текста в процентах от общего объема. То есть, 94 процента от общего объема. Отнимается объем найденного копипаста. То есть, копипаста. То, что программа считает. Я скопировал и вставил куски текста. Вот они желтно выделяются. Очень наглядно все видно. Вот. Причем четыре слова подряд должно быть. Так настроен антиподряд. Настройки можно менять. Но, как правило, такие требования всех заказчиков. Четыре слова подряд. Вот. Здесь могут и по три слова встречаться. Но программа настроена так, что она на три слова подряд. Не реагирует. Вот. Как изменить? Как взять переставить какие-то слова туда-сюда. Попробовать. Если вы не вписываетесь. Ну, я вписал 194. Второй показатель 100. Это то же самое. В процентах от общего объема. Отнимается объем найденного рерайтинга. То есть, программа может подозревать, что это рерайтинг. Когда текст читается плохо. Как бы написано специально для того, что слова попереставляют. Я здесь переставлял слова. Там медицинские резиновые перчатки. Я писал перчатки, медицинские резиновые. То есть, по-другому. То есть, читается, в принципе, нормально. Как бы более как правильно, да? Чисто как бухгалтерский. Когда компьютеры видят, что текст подозрительно читается, он может выглядеть, что это программа. Это может быть рерайтинг. Ну, задание выполнено. Вписалось в нужные показатели. Пойдем дальше. Ну, вот по копирайтингу мы закончили. Вот. Неси на вас футаминку? Неси на вас? Да. У нас еще минут 15. Минут 15. Хорошо. Напомни? Хорошо. Сайт настроения. То есть, размазал там все это масло, да? Вот. Сайт настроения. Вторая тема. Буду бы списаться на 15 минут. Здесь гораздо более интересно. Как делать. Я даже думал, что если затянется, нужно его заложить на две части. Ну, давайте попробуем, если есть. Опять нужно остановить этот звук. Вот. Вот. Вот проскочить. То есть, сайт настроения, это все-таки нелегкое дело. Вам нужно так изворачиваться. Если он вот так вот не может извернуться, то вам, кстати, строение делать нечего. Шутка, конечно. Я просто так не могу на себе строение немножко попробовать. Значит, какие есть основные деятельности? Версачи. Что ему нужно знать? HTML, языки программированные CSS. Я это изучал. HTML5, CSS3. Есть очень много бесславных начальных курсов. Вот. Есть и платные. Я и платные изучал. Вот. Там не только языки, но и конкретные примеры, как это делает верстка. 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 Нужно знать работа со слоями для верстальщика. Это важно. Далее. Веб-программист. Ну, это все верстка, да видите. Это курьер с сайтом. Веб-программист, который ко всему вышеперечисленному должен знать PH4, MySQL, JavaScript, React, QG. Есть такие мод-программы. Я сейчас взялся за изучение PH4. Вот. Со скрипом не идет, но по-моему. Может, по-моему, если было легче. Ну, пока вот так. Веб-дизайне очень интересная тема. Если вы художник, если у вас наклонности есть, если через Photoshop. Вот. Мне даже купил пункт. Не интересно, потому что верстальщик в принципе нужно иметь, или как программисту, понятие, как работает веб-дизайн. А веб-дизайне нужно иметь понятие, как работает верстальщик, чтобы они могли друг с другом... Да. Вернусь, еще скажу первое слово. Значит, срочность с организацией директора, то есть Яндекс.Директ, буду аналитик, то есть требуется иногда подключать рекламу. То есть люди, которые работают именно вот на продвижении SEO и на продвижении с помощью Яндекс.Директа. Вот. То есть совмещать, охватывать все, в принципе, невозможно. Вот. Но... То есть нужно выбирать какую-то свою нишу. Я проходил онлайн-курсы, где меня обучали Adobe Muse, то есть это программа, я даже не буду о ней говорить, создание сайтов без знания вообще языков программирования. Вот. И обучать у нас там Яндекс.Директу. То есть это веб-семинары, по скайпу, по вечерам. Обучался где-то месяц-полтора. Но это время пришлось отменить все свои тренировки. Вот. Потому что это по вечерам, правило 8 часов. И серьезная работа. Вот. Ну, хорошая, мне понравилось. Далее. Наиболее востребованные навыки. Видите диаграмму, что требуется. То есть как раз вот минимум. Вот здесь вот вблизи этот минимум. И переходим. То, что вот я перечислял. CSS, HTML, HTML5, JavaScript и PHP. На самой вершине. То есть программисты, которые владеют этими навыками. Начались. В целом у нас нет. Пойдем дальше. Движки для сознания сайтов без знания стопрограммирования. То есть есть такие. Есть во-первых конструкторы. На которые вы заходите. Пробовал я. Есть ЮКОС. Новый появился. ФОРУ. Вы туда приходите. Это уже программа. Вы просто берете готовые шаблоны бесплатные. Есть платные там. Вот. Но можно попробовать бесплатно. Я в общем-то там повозился. Мне не понравилось. Потому что тот же ЮКОС мне не нравится вообще. Как мелкий шериф. Я не люблю такой. Вот. Я хоть ни разу не художник, не дизайнер. Но. Меня это не устраивает. Кроме того. Они навязывают свою рекламу. Там постоянно какие-то мигают. Прыгают. Вот. Я тогда не вникал так сильно в эти тексты. Вернее. В сайты. Повеселивали там сайты. Все. И заманили. Я ничего с ними не делал. И все. Удалили. Вот. А есть популярные бесплатные СМС. Что такое СМС. Видите. Да. Система управления контентом. Контент. Я говорил. Это. Информация на сайт. Вот. Но. По большому счету. Это не только управление контентом. Это гораздо больше. Вот. И самые популярные. Вот. Такие площадки. Это вот. Пресс. Вот. Он ориентирован больше для блогов. И. По рейтингу. Видите. Он занимает треть рынка. 38. По моему процентов. Вот. Следующий. Он более гибкий. Вот. Но. Немножко говоря. Более сложнее. Я. Залезаю в один. В другой. Так. Чисто. Настолько. Посмотреть. Что это такое. Чтобы получить представление. Вот. Он занимает тоже треть рынка. 33%. Вот. Здесь все тут. Сайтов. Которые существуют. Вот. И. Сделанных на эти бесплатные CMS. Есть и платные CMS. Вот. Вот. Но. Тоже для серьезных проектов. Для серьезных фирм. Которые могут. В общем-то. Себе это позволить. Вот. Ну. А. 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 Санкт-Пенсионерные. Которые не хотят ничего укладывать. Можно. На вот этих вот. Двух первых. Делать свои сайты. Есть еще друпал. Бесплатный. Ну. Посмотрите. Здесь. Джалла Стрит. Вечки. Знак обязательный. То есть. Это клиентские протоколы. И. Серверные протоколы. Вот. Тут уже без этих знаний не обойдешься. Вот. Он занимает. Видите. Здесь небольшую нижнюю. Где-то около смелости процентов. Вот. Ну. А остальную часть занимают все прочие. Которых там не один десяток. Вот. Они не так распространены. Ну. Не так популярны. Вот. Значит. Специалисты. Которые пишут слайды с нуля. На HTML. CSS. Вот. Они. Значит. Значают такими доставками. Что здесь невалидный код. Что это значит? Вот. Здесь. Специальные. Стандарты. Протоколы. Которые. Учитывают те же поисковики. Вот. Поисковикам больше нравится. Чистые. Чистый код. Вот. Написанный. То есть. Где нет ошибок. Вы можете. Свой сайт. Весь свой код. Загнать. В такие. Сервисы. Нажать кнопочку. Проверить. Программа посканирует. И выдаст. Ошибки. Такие-то. Такие-то. На таких-то строчках. Вот. Вы исправляете. Получаете. Все. Прошел. Вот. Мой сайт. Который я сделал. У меня чистый. Потому что я. Повозившись вот. Со всякими программками. Решил написать. Чистым кодом. Посмотрим мы его дальше. Вот. Ну и язвимость. Хакерских атак. Да. То есть. Так как это. Очень распространено. Различные хакеры. Находят. Различные брешки. В программах. Вот. В этих. Вот. И запускают туда. Какой-нибудь вирус. Если это получилось. На одном блоге. Вот. Это запускается. Массовое производство. И. Часто видно. Помогите. Мой сайт. На Wordpress. Или на джунгли. У него вирус. Там в виде резонанса. Но. Специалисты. Которые ведут эти ресурсы. Вот. Они борются. С этим выпускают. Латают эти дыры. Вот. Выпускают обновления. Поэтому нужно постоянно обновляться. Вот. Вёрстка сайтов. Ну. Ммм. Это одно из самых простых вещей. Чем собственно я и занимался. Фриланса. На фрилансе. Вот. Здесь необходимо знание. Извлекающие мои CSS. И. Как я говорю. Немного фотошопа. Работать со слоями. Вот. Фотошопа я не знаю. Но. У меня научили. Как там работать со слоями. Вот. И. В общем-то. Я это делал. Значит. Вот. Какие бывают примеры на бирже. Да. Свирстать сайт. Погатом. Псд. Это. Расширение. Файла. Картинки. Из фотошопа. Вот. И. Вот. Такие работы я делал. Это легко. Ну. По крайней мере. Было не сложно. И интересно. Вот. Здесь я показал образец. Как выглядит стандартный сайт. То есть. Вот. Шар. Профессор. Да. Меню бар. Вот. Футер. Это. Подвал. То есть. Здесь. 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 Ээээ. Так. Желательно. Знать. HTML5. ИССС. То есть. Это. Как бы. Дополнение. Новые версии. Языков. Просто. HTML5. ИССС. Это. Дополнительные. Дополнительные. Команды. Которые. Делают. Идейными. Сайты. Вот. С различными. Наворотами. Гораздо. Интереснее. Я. Свой сайт. Немножко. Это. Простой. Код. Я. Это. Уже. Писал. На. Данный. Чисто. По. Памяти. Поначалу. Да. У него. Заглавный. Первый. Сайт. Который. Будет. Верту. На. Закладочке. Браузера. Привет. Мир. Тут. Стандартная. Фраза. Элементарнейшие. Теги. Было бы. Время. Я бы. Поподробнее. Объяснил. Как. Что. Вот. В теле. Боди. Это. Между этими. Двумя. Тегами. Заключается. Все. Что. Вы. Видите. В. Браузере. Все. Остальное. За пределами. Это. Служенные. Такие. Вещи. Тепи. Закрывающий. Тег. Такой чертой. Вот. То есть. Ничего. Сложного. В. HTML. Нет. Конечно. Вставить картинку. Там уже нужны. Еще. Дополнительные. Теги. Но. Их не так уж и много. Постоянно применяемых. Вот. У них есть свои там. Атрибуты. Которые нужно задавать. Ширину. Высоту картинки. Допустим. Вот. И прочие вещи. Так что. Это. Очень легко освоить. Бесплатные. Есть. Такие. Книжки. В PSD формате. Видео. Уроки. Которые бесплатно обучают. Вот. И каждый из вас. Это может легко и сделать. Не надо будет семи пядей во одну. Чтобы. Вот. Написать. И получить. Вот. Вот. Я изучал его. На онлайн курсах. Я учился. Адоб. Виус. Это программа. Которую использовала. Адоб. Вот. Очень интересная. Хорошая программа. Замонила тем. Не надо знать языков программирования. Пожалуйста. Садитесь. И. Просто. Берете. Блоки. Вставляете. Закругляете. Там углы. Все очень просто. Делаете. Якоря. Ссылки. Вот. Насколько просто. Насколько интересно. Творить. Именно. Творить. И причем. Такие вещи красивые. Я вам покажу. Что я там творил. Ну. Так. Анимационные эффекты. Замечательные. Получается. Это вот вид самой программки. Как четко. Структура сайта. Разложена. Вот. Главная страница. Вверху. Первая. Вот. И от них идут уже привязки другим страницам. Это шаблон. Вы можете здесь в шаблоне создать одну страницу. Вот. И по шаблону делать все остальное. Вы сделаете на футер, шапку. И на всех страницах будет все одинаково отображаться. Не надо вам переписывать. Каждый раз создать одно и то же. Вот. Так. Недостатки. Тянется с собой много хвостов кода. Вот. Я столкнулся на WorkSuite с тем, что часто мне говорили. Если. Ну. Я признаю, что я умею себя ставить. Вот. Говорят. Нет. Мюз не пойдет, но тянь за собой хвосты. То есть. Лишний. Ненужный ком. Вот. И. Вот. Как раз это меня помогло все-таки изучать HTML и CSS и делать без этого. Вот. Что еще? Программа платная. 450 российских рублей. Вот. На первые 30 дней бесплатно для программы. То есть. Пока я проходил курсы, я пользовался ей бесплатно. Ну. Правда. Я потом укрепился еще три раза. Два. Раза еще пользовался бесплатно. Вот. Но. Так получилось. Вот. Я вдруг это обнаружил. Нахватал вируса. Вдруг. Вот. Пришлось сносить винду. И опять иду в АДО. Ну. Он мне опять бесплатно дает. Ну. Слава Богу. Вот. Я не. Не возражал. Недостаток. Подписка на год. Ну. Поработаю несколько месяцев, а потом мне надоело. У меня автоматические деньги будут списывать. Это большой недостаток с моего счета. Вот. Но так получилось. Что. Кризис в ряду. Валюту нам не давали снимать. С меня не смогли снять. Вот. То есть я одно время поработал. Вот и все. С меня не смогли сказать. Все. Мы переводим вас на месяц на бесплатно. А дальше думайте. Я еще месяц на бесплатно на нем поработал. Вот. Ну. А дальше пишем. Обновите ваш счет там. Или что. Или карточки там. Вот. И вот так вот я от них отказался. Так. И вот еще. Как недостаток. Но этот недостаток послужил мне толчком для дальнейшего развития. То есть новая программа до 14 года. Она до августа по-моему работала на 32-битной. Если вам это о чем-то говорит в Инде. Вот. А у меня стояла 32-битная XF-шка. Вот. И пришлось мне переставлять срочно в процессе уже курса на 64-битную. Семерку ставил в Инду. Вот. То есть. Я ей как бы. Ну. Послужила как бы толчком для дальнейшего развития. Потому что XF меня устраивал и слава богу. Пошли дальше. Биржи какие? Workzilla.com. То есть. Да. С которой я приводил примеры заказов. Вот. Говорил, что самая дешевая. Но. Вот. Как для новичков. У нас взгляд короче стат. Как бы. Ненасколько требований. Ответственность. Пробовать. Первые шаги. Делай. Пожалуйста. Вот. Есть биржи Freelance. Самая популярная. Наиболее популярная тоже Freelance. Она раньше писалась так. Последнее время. Вот. Они изменились. Как-то больше отличаться. Freelance. Вот. И WebMonster.net. Она не настолько популярна. Поэтому дальше. Пример заказов. С Freelance. Сверстать сайт. Причем. Видите. только. Для Pro. То есть. Если вы не покупаете. Там тоже. Какие-то 300. Вообще другие по моему. Вот. Pro. То вы как на YouTube. Вы можете только 5. Сделать откликов на заказ. В месяц. 5. Когда Pro. Покупили. Неограниченно. Ну и заказчики смотрят. Если у вас есть Pro. Вам больше что уверяют. Вот. Чем. Тем. Кто не. Кто жалеет. Такие деньги. Деньги-то небольшие. Если вы работаете зарабатываете. Причем. Смотрите. Здесь уже бюджет заказов. 3000. Не 5-10 рублей. Там за сумму. Да. 3000. За весь сайт. Верстка. То есть. Очень хороший заказ. Но. Со своим аддомом. Минусом. Я этого сделать не могу. Потому что. Здесь есть. Чистый HTML. Должен быть. То есть. Меня на этот заказ. Уже не возьмут. Кроме того. Мобильные. Адаптация. Под мобильные версии. Планшет. На аддоме. Это можно все сделать. Очень легко. И просто. Значит. Ну. Я пока еще как бы. Не дошел до этого. Не знаю. Вот. И еще замечательно. 50% предоплата на ваш кошелек. Вообще хорошо. То есть. Вы знаете. Что вас не кинули. С предоплатой. Ну. Доходы чайника. Это Adobe Mills. Со своим аддомом я брал заказы. И выполнял. Вот. Вот. Заказы. Я брал самые простые. И опять же. Как и на бирже копирайтинга. Вот. Чтобы просто набить рубль. И понять. Как это общаться с заказчиком. Как это вообще что делать. Как их выполнять эти заказы. Как это все происходит. Вот. От самых простых. 250 рублей. Какие там легкие правки. На сайтах. До 5 тысяч. Вот. И заказы бывают 10, 15, 40, 50 тысяч. За хорошее портало. За хороший сайт. Но. Здесь можно быть программистом. Вот. Что вы делаете. Ну. Не надо. Конечно. Значит. Adobe Mills. Он предназначен. Как правило. Для лендингов. Есть какое-то понятие. Это одностраничный сайт. На котором. Строится захват. Лендинг пейдж. Рекламируется какой-то товар. Или услуга. И. Закажи. Закажи. Кликаешь. То есть. Ну. Насколько там разгланируешь. Ты просто уже не можешь отказаться. Кликаешь. Закажи. И. Можел покупать. Да. Вот. Это гораздо лучше. Чем обычные сайты. Где много-много страниц. И много-много всего. Здесь конкретный товар. Может несколько товаров. То есть. Внимание. Человека. Не рассеивается. В конкретной одной странице. Он ушел от этого товара. Здесь он никуда не ушел. Он конкретно. На данной странице. То есть. Вот. Так вот называется интернет. И. Захватывает. Покупателей. Пользователей. Выполнил я более десяти заказов. Вот. 250 долларов. Вот. Тысяч там рублей. Вот. Самый денежный заказ. Пять тысяч рублей. Вот. На тот момент это было. Сто долларов. Ну. Хороший заказ. Хотя он был не самый интересный. Я вам скажу. Задание состояло в том, чтобы сделать копию японского сайта. Вот. Со всеми этими иероглифами. Здесь не надо было. Вот. Немножко урезан. Там про рыбу. 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 Вот один к одному. Потом он попросил еще сделать там русские фотографии, потому что я все оттуда как бы с этого сайта скачал. Вот. Ну и все. На это у меня ушло. Если взять чисто, то, ну вечеров в пять. Плюс выходные там, вот. На все просил. Ну неделя максимум. Ну фактически я работал над ним не неделю, а месяц. Ну так сложились у меня отношения с данным заказчиком. Почему? Он появлялся поздно вечером, в воскресенье, вот, где-то часов в тринадцатом, где-то за ним кто-нибудь не знаю, вот. И давал мне указания, что там сделать, подправить, промежуточные результаты показал. Вот. И я в понедельник вечером, максимум во вторник, это все делал. И опять ждал следующее воскресенье. В итоге уже там на четвертое воскресенье, говорит, ну что, пора расплачивать, все уже готово. Я уже так вот и не надеялся, говорю, да ладно, опыт хороший получил. Вот. Он уже сам смеялся, пора расплачивать сам, вот. А цена конкретно не была, оговорена. Примерно. Я говорю, четыре-пять тысяч, ну, его это устраивало, и все хорошо. Вот. Вот. Я пришла в нагреву и пять тысяч раз устроил. Устроит, все, пожалуйста, у меня зарплатили. Остались все готовы. Кроме того, еще было три, у него такое, чтобы сам мог править потом. Тексты, фотографии, в адук-бьюсе, это тоже есть. Прямо из браузера, я предоставил такой ресторс. Прямо из браузера он может, но редактирование ограничено, он может переписать текст. Он может заменить картину, но чтобы что-то куда-то переставить, такого не может, нам нужен минус. Я ему только объяснил. Дал ссылочку на бесплатный курс, если вы хотите, пожалуйста, можете заплатить за этот минус. Вот. И бесплатный курс, посмотрите, и работайте. Это доступно. Так. Значит, мое обучение стоило примерно где-то около трех тысяч рублей. Я вас точно не помню, но где-то так. И посмотрите, три тысячи рублей. Вот. То, что нам там преподавали, сколько знаний давали, даже создание своих студий, как это сделать. Вот. С одним заказом получил две тысячи, я купил курс, то есть страшно здесь, ничего нет. Можно учиться. Потому что я послезная, когда-то это было страшно. А смогу ли? А как? Как я потом? Деньги зря найдете. Ну, что потом вот, пожалуйста. Так. Ну, опять же, я уверился в том, что для работы с минусом очень часто заказчики делают. А сделай мне это, а сделай мне то. И порой легче залезть в год и переписать там, чуть-чуть подправить, что-то вписать из Gmail, CSS, чем это все крутить через минус. Вот. Поэтому я стал изучать все-таки дальше из Gmail и CSS. Вот пример у моих работ. Вот сайт какой. Это полный скрин сайта. Вот. Вот. Пожалуйста. Я уже не помню, что там сайт знакомств или что-то такое там было. Или какие-то курсы нам кто-то предлагали. Вот эта работа мне больше всего понравилась. Здесь видеоролик вставлен. Все это с Адобом легко делается. Причем я сделал так, что сайт запускается, сразу идет первый видеоролик. Идет курс, это очень приятная такая. То есть, ну, самая приятная работа моя была. Вот. Заказчики остались доверены. Причем все вот эти заказчики были доверены. Вот. Еще примеры. Продажа турников. Тоже все очень легко, все просто делается. Все это верстка с PSD-шаблона. То есть, это не я сам придумал, не мой дизайн. Мне заказчик предоставляет. Может быть, он у дизайнера заказал. Может быть, сам сделал. И предоставляет тебе верстальчик. У меня как верстальчик, это все перевел в гостиной пор. Вот. Второй тоже здесь были только вправки. Ну, в общем-то, все делаю. Вот. Вот тоже довольно-таки красиво. Но это только, видите, первые две. Два экрана, как называется. Первый экран, который высвечивается. Второй экран, а их там семь, десять, может быть, вниз страница. Вот такие вот красивые. То есть, часы. Очень часто заказаны часы. Всевозможные, если вы видели рекламу. То есть, вот такие вот лайнинги. Все это легко делается. Вывод девять. Самое интересное. Как же эти деньги настройства? Есть такой анекдот. Я когда-то давно лет десять раз этого где-то слышал. Вот, значит, спрашивают один другого. Слушай, говорят, ты в интернете много денег зарабатываешь. Ну да, есть такое. А какие они эти виртуальные деньги? То их никогда не ведет. Да я и сам не ведет. Они еще не буквально. Вот. То есть, это что-то про мой случай. Потому что, на первых заработанные деньги поступает на вас счет. Потом вы выводите их на вебмайне. То есть, если вы хотите работать в интернете, зарабатывать, вам нужно завести в вебмайне как минимум. Кроме того, Яндекс деньги. Вот еще какие-то там бывают кошельки, если возможно. Но в вебмайне это как правило. Вот. На вебмайне. Но чтобы не было проблем с налогой, если будете уже зарабатывать хорошие деньги, то лучше, конечно, зарегистрировать ИПС. Стать частным предпринимателем. Возможно, это люди таки сделают. Вот. Но. Для себя я этот вопрос решил следующим образом. Я вообще-то люблю учиться, познавать все новое. Я на эти деньги заработал и покупал новые курсы. Вот. Оплатил, дальше расскажу, хвостин, дамер. Вот. Ну и пример Михаила Русакова в двух словах. У Михаила, конечно, вы имя уже тут знаете, да? Вот. Я в курсе покупаю по программированию интернета у этого Михаила Русакова. Вот. Мне очень понравилось. Он слагает. Хороший мальчик такой. Вот. На себе там много рассказывали. Видео там. Все, что... Как он к этому пришел. Вот. Он говорит. Не учился. Вернее, он с детства там играл в игрушки. Там все 10 классов. Вот. Потом занялся программированием. В институте выучился на программиста. Вот. Но. С института уже начал зарабатывать приличные деньги. Больше, чем его папа инженер. И мама там медик. По-моему. Не помню. Вот. Ни на кого нигде не работал. Он ни разу ни в каком офисе не сидел. Вот. Он купил квартиру. Купил машину. Поменял уже на BMW. Вот. Сделал хороший ремонт. И. Мы свободны себе. Сейчас вот создаем курсы. Вот. Говорит. Я уже отказываюсь. Нанимаю себе помощников. То есть. Вот такой вот фрилансер. Заинвестированный ИП. То есть. народ. И платит для всех проблем. Ну. Вот. Наконец-то. Мой сайт. Вот. Я. Который сделал. Катеревый дел. Я. Нашел. Бесплатный. Движ... Шаблон. Вот. На бесплатных ресурсах. Но. Для меня оказался несколько сложноватым. Некоторые вещи я этого не понимал. В основном на английском. Вот. Я не понимал. Как это все. Некоторые вещи менялись на русском. А некоторые нет. Вот. Поэтому я решил здесь перестать самого нуля. Вот. Упростил его до своего уровня. Ну. И вот такой вот. Я веду занятия по юге. Поэтому. Вот. Пожалуйста. Юга Солигорский. Вот. Ну. Можете зайти и посмотреть. Юга Солигорский. Причем. Со снарфоном тоже. Тоже можете зайти и посмотреть. Вот. Он не адаптирован по снарфону. Он очень хорошо читается. У меня даже Google выглядел. Что ваш сайт не адаптирован. Может какие-то такие меры там примите. Они выходят пока. Подсказывают что делать. Ну. Вот отдельная страница этого сайта. Вот. Я через день, через два что-то там меняю. Что-то переписываю. Мне даже это нравится. Что я сам могу все это делать. Вот. Замечательно. Ну. И. Сделать сайт этого еще не достаточно. Нужно иметь понятие что такое домен. Это имя сайта. Вот. Нужно уметь правильно выбрать имя сайта. Чтоб оно было звучно. На предыдущей версии вот девушка вам рассказывала. Вот. Об этих вещах. Причем. Я эти вещи в принципе уже немножко раньше их там не познал. Вот. Выбор хостинга. Это место где будут располагаться. Файлы вашего сайта. То есть на сервере где-то там. Вот. Все это плавно. Ну. Домен покупается на год. Как правило. Деньги небольшие. Я в интернете заработал. Чтоб оплатили на год. Вот. Хостинг помесячно оплачивается. Ну. Дело по полу года оплатил. Там уже хватает. Вот. Нужно потом сайт загрузить на хостинг. Хостингов очень большое множество. Вот. Много рекомендаций в интернете. Как бы именно выбрать. Их очень много. Связаные. Довольно. Слышно. Ну. Спасибо за внимание.